Уважаемые друзья, Исакогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию День физкультурника. День физкультурника – это праздник, который считают своим миллионы наших сограждан. Это праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. Впервые он отмечался 18 июля 1939 года. 6 июля 1939 года на высшем государственном уровне было подписано постановление об учреждении Всесоюзного Дня физкультурника. До 1961 года дату праздника устанавливали ежегодно, а после стали отмечать во вторую субботу августа. Решение о переходящей дате Дня физкультурника приняли для массового вовлечения людей всех профессий. Впервые обязательную физкультурную подготовку, как отдельную дисциплину, ввели в гимназиях только в 1862 году. Уже к 1872 году уроки физкультуры были введены практически повсеместно. В России первую научную систему физического воспитания создал педагог, анатом и врач Петр Францевич Лесгофт. Он считал, что такое воспитание способствует нравственному и умственному развитию молодежи. В 1896 году Лесгофт создал курсы воспитательниц и руководительниц физического образования. Первый в России высшее учебное заведение, готовящее специалистов физического воспитания. Позднее на базе этих курсов была основана Академия физической культуры имени Лесгофта, расположенная в Санкт-Петербурге. Широко термин физическая культура вошел в употребление в начале прошлого века, а после революции 1917 года его начали применять практически во всех высоких инстанциях. Именно это способствовало прочному его закреплению в научном и практическом лексиконе. 25 мая 1919 года на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов всеобуча, система обязательной военной подготовки граждан. Праздник положил начало череде физкультурных парадов, самых зрелищных спортивных мероприятий в СССР. С 1931 года парады стали проводиться ежегодно, сначала в Москве и Ленинграде, а затем и в других городах. А после учреждения праздника День физкультурника показательные шествия приурочили к этой дате. В подготовке и проведении парадов участвовали известные режиссеры, художники-оформители, балетмейстеры и костюмеры. Результаты их работы были впечатляющими. Парад физкультурников превратился в яркое театральное зрелище. Зрителей поражало единообразие внешнего образа, синхронность, точность и ритмичность движений участников. Самый масштабный парад физкультурников состоялся 12 августа 1945 года. Участие в нем приняли около 25 тысяч спортсменов со всей страны. Показательные выступления советских атлетов длились почти 4,5 часа. Последний театрализованный парад физкультурников был проведен в 1954 году. С 1956 года стали проводить всесоюзные спартакиады. Они проходили каждые 4 года. Праздник способствовал внедрению физической культуры в народ. На рабочих местах и на улицах висели плакаты с призывом заниматься спортом. Парки отдыха украшали скульптуры атлетов. Газеты и журналы печатали научно-популярные статьи о пользе физической культуры. Празднику предшествовало и учреждение комплекса ГТО «Готов к труду и обороне» – нормативная основа системы физического воспитания населения, направленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Владелец значка ГТО пользовался особым уважением и статусом. Имел льготу на поступление в физкультурное учебное заведение, право на участие в физкультурных праздниках всесоюзного и международного масштаба. Комплекс ГТО просуществовал с 1931 до 1991 год. В 2014 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о возврате системы ГТО. На развитие физкультуры и спорта оказали влияние и авторитетное спортивное сообщество. Организация «Динамо» предоставляла возможность заняться спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. «Спартак» – общество, которое готовило новых физкультурников, тренеров и мастеров спорта, которые в свою очередь воспитывали чемпионов. Физкультура являлась важной частью быта советских граждан. Утро обязательно начиналось с зарядки и обливания холодной водой. В школах проводились физкультные нутки, на предприятиях производственная гимнастика. Притом говорить, что делалось это из-под палки, будет неправильно. Люди действительно любили спорт и прививали эту любовь своим детям. Как результат, люди были здоровее и жили дольше. Вспомнить хотя бы тот факт, что к 1985 году СССР входил в десятку стран с самой высокой продолжительностью жизни. Традиции празднования Дня физкультурника живы по сей день, хотя отмечается он уже, конечно, не с тем размахом, что в советское время. В наши дни праздник переживает второе рождение. Утверждена стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Подогреть интерес россиян к спорту сейчас пытаются весьма необычными методами. Например, жители Карелии в этот день соревнуются со своими финскими соседями в метании сапога. Ну а что, весело и полезно? День физкультурника – это не только праздник профессиональных спортсменов, защищающих честь нашей Родины на международных состязаниях и Олимпиадах. Это праздник каждого из нас. И только в здоровом и красивом теле живет и действует здоровый, бодрый и оптимистичный дух. Предлагаем познакомиться со списком литературы по данной теме. Спасибо за внимание!